здравствуйте друзья в этом видео я расскажу про еще одну управляемую термоголовку для умного дома которая позволит вам гибко настроить режим работы отопления в отличие от тех моделей про которые рассказывал ранее ссылки на обзоры я оставлю в описании эта модель относится никто я смарта как араха ум кстати это единственная известная мне модель термоголовки атакара а для me home я таких устройств не встречал вообще интерфейс управления zigbee 3 0 что логично так как термоголовки имеют автономное питание от батареек и вопрос энергоэффективности стоит весьма остро еще один интересный момент тут заявлена поддержка внешних датчиков температуры это важно так как внутренний датчик самой термоголовки находится рядом с радиатором отопления и в ходе его работы будет завышать показания относительно тех что реально в помещении этот момент я обязательно проверю и покажу перед тем как мы начнем по традиции прошу вас подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео чтобы его могли найти больше людей интересующихся темой умного дома в описании под видео вы также найдете ссылку на мой телеграм-канал и страницу facebook где я публикую интересную информацию и ссылки на гаджеты для умного дома тип устройства термоголовка для радиаторов отопления модель окара ей один сртс а01 интерфейс zigbee 3 0 совместимость смотр через шлюз питание два элемента 2 полтора вольта цветной экран с параметрами работы ручное управление поворотное кольцо совмещенное с кнопкой штатное крепление m30 три переходника в комплекте рабочая температура от 0 до 40 градусов цельсия влажность от 0 до 95 процентов размер 57 на 89 миллиметров экосистема окара home с поддержкой apple home kit поставляется устройство характерной для глобальных версий от окара белосиние коробки большая часть надписи на которой сделано на английском языке для китайских версий обычно используются белые коробки с обилием и иероглифов на нижней части указаны технические характеристики которые я уже проговорил и комплект поставки на одной из боковых сторон название устройства продублировано на 9 языках комплекте поставки сама термоголовка довольно толстая книжечка инструкции три переходника для термоклапанов и батарейки типы комплектных переходников ра ра и равл я тестировал с данфа совместимым клапаном на него подходит переходник ра термоголовка имеет классическую цилиндрическую форму особенно ничем не отличающуюся по виду от обычных терморегуляторов со стороны радиатора резьбовое креплением 30 металлическое крепежное кольцо с другой круглый экран по окружности которого поворотное нажимное пальцем для ручного управления для того чтобы ее открыть необходимо повернуть кожух корпуса в положении открыто метка находится со стороны крепления к радиатору тут нет отдельной крышки снимается сразу весь корпус который имеет форму стакана со стороны экрана видно полупрозрачное поворотное кольцо для питания как я и сказал используются два элемента 2а это или батарейки или аккумуляторы но обязательно с напряжением полтора вольта модели на 1 и 2 вольта не подходит устройство будет считать что они разряжены после установки элементов питания термоголовка будет отображать статус f11 требуется калибровка нужно как можно быстрее установить ее на термоклапан и три раза нажать на кнопку для калибровки вот так экран выглядит в рабочем режиме цифры это уровень поддерживаемой температуры под ним находятся дополнительные иконки в данном случае работа по расписанию ручной режим описание всех функций есть комплект на инструкции она доступна на 9 языках базовое управление поворот кольца вокруг своей оси устанавливает желаемую температуру нажатие на кнопку переключают между рабочим режимом и анти замерзание в котором по умолчанию установлена температура 5 градусов цельсия детский замок отключает ручное управление включается и выключается он путем удержания кнопки нажатой в течение 3 секунд отображается в виде иконки замка в верхней части экрана вот так выглядит термоклапан в бытовых условиях он установлен в радиатор и наружу видна только его часть данном случае правая то что после белого кольца обратите внимание на окошко слева поршень открыть не до конца так как нет напора теплоносителя это максимально открытое положение для тестирования справа установлен подходящий переходники числа комплектных на него устанавливаем термоголовку и зажимаем кольцом она как я и сказал металлическая это плюс по своему опыту скажу что при выборе термоголовок всегда берите только с таким кольцом пластиковые ненадежные сейчас установлена низкая температура клапан перекрыт поднимаем целевую температуру максимум 30 градусов и головка включается поршень задвигается внутрь клапан открывается уровень открытия регулируется полностью автоматически понижаем температуру клапан перекрывается режим сопряжения включается 10 секундным удержанием кнопки справа сверху экрана будет мигать значок сети перейдем к логической части начнем с штатной системы управления окара home напомню что это глобальная версия термоголовки поэтому с европейским регионом все и так понятно я решил выяснить будет ли работать с китаем в этом регионе у меня установлен шлюз окара m2 кстати тоже глобальная версия если искать в перечне устройство ничего похожего на термоголовку я не нашел но по большому счету это не важно режим подключения у шлюза 1 его можно активировать выбрав любое зигби устройство из доступных и несмотря на то что в списке ее не было термоголовка корректно определилась как термостат е1 и добавилась в систему слева ее видно в общем списке устройств под шлюзом центре и справа ее плагин большую часть занимает отображение целевой температуры она центре окружности и текущий она под ним еще ниже предлагается подключить внешний датчик температуры то о чем я говорил в начале режимы работы ручной антифриз то что переключается однократным нажатием на кнопку далее шкала установки целевой температуры текущая работа по расписанию уровень заряда батарей и отключение нагрева первым делом мне хотелось проверить работу с внешним датчиком температуры специально для этого я отключил из своей рабочей системы один из окара сенсоров климата подключил его в систему на тот же шлюз кроме температуры он отображает еще относительную влажность и атмосферное давление теперь в плагине можно запустить биндинг датчика открывается окно в котором можно выбрать добавленный в систему датчик у меня он только один отмечаем после чего на экране на короткое время появится надпись bind теперь окно с предложением биндинга пропало под окружностью с целевой температурой отображаются данные не с внутреннего сенсора а внешнего который будет располагаться в комнате и отображать реальную температуру они ту что возле радиатора справа сверху экрана есть кнопка в виде трех точек нажав на нее попадаем в меню общих настроек устройства тут можно изменить его карточку увидеть какому шлюзу она подключена уровень сигнала и версию прошивки актуально на дату видео 0 0 0 10 30 есть перечень автоматизации в которых участвует термоголовка есть функция замены устройств меню функции можно включить детский замок установить температуру режима анти замерзания запустить меню привязки сенсора температуры есть режим детекции открытого окна по резкому снижению температуры термоголовка отключится через 30 минут после того как обнаружат открытие калибровка устройства пригодится например если вы его переставите идентификация чтобы найти ее среди других начнет мигать экран и режим в котором будет отслеживаться слишком длительная разница между текущей целевой температурой что может говорить о какой-то проблеме смарт-режим позволит установить расписание для автоматической смены целевой температуры в зависимости от времени дня недели тут есть три плана работы которые могут быть настроены и активированы по отдельности вот так выглядит настройка по умолчанию расписание на 24 часа 21 градус 0 до 12 часов далее до 18 часов 17 градусов и затем снова 21 в меню повторения можно выбрать дни недели все с понедельника по пятницу выходные или указать вручную конкретное старт и завершение периода по умолчанию сутки но можно уменьшить для более тонкой настройки внизу шкала температуры времени которую можно менять свайпом например с понедельника по пятницу понижать температуру в рабочее время когда никого нет дома и повышать вечером и утром во втором плане опции каждый день и будни уже не доступны так как они перекрыты первым планом можно выбрать или выходные или субботу воскресенье по отдельности тут можно наоборот вечером и утром когда все спят прохладнее днем теплее так как первые два плана перекрыли все дни недели и времени то третий план более не активный перейдем к автоматизациями начнем с раздела триггера в условий я не спроста это разделяют так как в перечне возможности термоголовки можно выбрать как триггер события такие условия Например, включение-выключение и включено-выключено, имеется в виду режим нагрева. Включение-выключение это триггер, по которому можно запускать какое-то действие, а включено-выключено это условие, которое применяется совместно с другим триггером. Аналогично для четырех следующих опций. Температура поднялась-опустилась это триггер, а выше-ниже это условие. И еще две опции текущая температура выше или ниже целевой. В режиме действий тут есть включение-выключение. При включенном режиме нагрева логика термоголовки не работает, клапан открыт. Включить режим антифриз, в ручной режиме установить целевую температуру и включить-выключить режим работы по расписанию. Вот так экран термоголовки выглядит в выключенном режиме. Он нужен в то время, когда отопление отключено и позволяет экономить заряд батарей. Мой шлюз Akara M2 проброшен в HomeKit как мост и все поддерживаемые устройства появляются тут автоматически. И датчик температуры и термоголовка тоже. Как видите температура на датчике совпадает с той что на головке. Из основного окна можно включать и выключать режим нагрева. На карточке термоголовки, если она выключена, отображается текущая температура. Если режим нагрева включен, то устанавливается целевая. Все это можно сделать и через голосового ассистента. Соответственно можно использовать ее в сценариях HomeKit, например выключать при уходе из дома. Напомню, что для работы автоматизации вам нужно устройство выполняющее роль центра управления, лучше всего Apple TV. Для чистоты эксперимента можно попробовать Mi Home. У меня установлен регион Китай, а пробовать буду сразу на двух шлюзах Xiaomi Gateway 3 и Akara E1. В списке поддерживаемых устройств термоголовки нет, поэтому применим тот же фокус, что и с Akara Home. Возьмем любое другое устройство, которое активирует режим подключения на выбранном шлюзе. Но к сожалению ни на одном, ни на другом шлюзе устройство не подключилось. На Akara E1 мелькнул какой-то артефакт в виде неподдерживаемого устройства, не припомню чтобы я в последнее время к нему что-то подключал, думаю это термоголовки. Но на самом деле это не важно, в Mi Home нет данных об этом устройстве. Теперь перейдем к Home Assistant и начну с штатной интеграции ZHA, а роль координатора у меня выполняет USB-стик Sonoff Zebedongle E на амультипан прошивки с поддержкой Zigbee и Trit. Подключаем термоголовку и уже на начальном этапе видно, что она транслирует в систему множество объектов, то есть с ней можно работать. Базовый объект термостат, в котором устанавливается целевая температура, отображается текущая, выбирается режим работы. Далее видны уже знакомые сенсоры, отслеживание длительной разницы температур открытого окна, затем температура антизамерзания, переключатель детского замка, режим работы, включение режимов отслеживания открытого окна, еще сенсоры, уровень заряда, калибровки, внешний сенсор и кнопка идентификации. Объект термостат, в нем имеется меню для выбора рабочего режима, выключено или нагрев. В режиме нагрева отображается целевая текущая температура, есть стрелочки вверх-вниз, которые позволяют ее менять. В режиме выключена только текущая температура. Режим антизамерзания тут называется Away, есть ползунок устанавливающий поддерживаемую температуру. Выпадающее меню пресетов позволяет установить ручной, авто или Away режим. Как работает авторежим непонятно, в штатном такого не было. Возможно так отображается режим по расписанию, но самого расписания тут установить нельзя. Кнопка идентификации работает, нажав на нее вы сможете найти нужную термоголовку среди нескольких одинаковых. Что касается внешнего датчика, то в ZHA нашелся только его сенсор, как подключить его к термоголовке я информации на данный момент не нашел. Теперь время ZigBee ToMQTT, это моя основная система работы с ZigBee устройствами, установленная на моих рабочих серверах, по два экземпляра на каждом. Актуальная на дату видео версия 1.322. Подключаем и хорошая новость, устройство поддерживается штатно, конвертеров не надо. Подробное описание на сайте системы вы можете посмотреть по ссылке под видео. На всякий случай уточняю, термоголовка является конечным устройством, то есть не передает через себя данные для других узлов сети и уходит в спящий режим для экономии заряда. Давайте посмотрим что есть на странице экспозиции. Часть опций по которым на данный момент нет данных, через некоторое время обновятся. Setup сработает если термоголовка находится в режиме настройки. Далее установка целевой температуры. Далее показания текущей температуры еще не обновились. Режим работы нагреве или выключен. Пресет, ручной away и загадочный авторежим. Выбор сенсора температуры, внутренней или внешней, скоро перейдем к этому вопросу. Сенсор калибровки, выключатель детского замка. Режим и сенсор обнаружения открытого окна и отслеживания длительных разниц между целевой и текущей температурами. Далее установка температуры в режиме незамерзания, напряжение и уровень заряда батарейки. Он работает нормально, еще не обновился. Количество отключений питания, температура самого устройства и режим работы по расписанию, он тут есть. И можно задать его в виде одной строки, есть пример для будних дней с указанием времени и температуры. В описании на странице zigbee2mqtt указано то, что термоголовка поддерживает отообновление, я проверил таки есть. Даже написала что есть обновление прошивки. Обычно такие обновления длятся довольно долго, не менее 15 минут, но тут все прошло быстро всего за пару минут. При этом ни версия, ни даты прошивки не изменилась, но по крайней мере перестала писать о том, что доступно обновление. Функционально тоже никаких изменений не заметил. Теперь пора разобраться как в zigbee2mqtt можно подключить данные с внешнего сенсора температуры. Сейчас переключатель установлен в режим внутреннего сенсора и берет данные с самой термоголовки. А в этом режиме он будет проверять данные в топике mqtt, сейчас покажу все подробно. Для прямой работы с Mosquito Брокером я использую mqtt explorer, ссылку на скачивание вы найдете в описании. Для подключения используем IP адрес сервера, на котором установлен Mosquito Брокер, порт по умолчанию 1883, имя и пароль берем с настроек аддона. Тут мы видим всю структуру топиков, нам нужна ветка устройств Zigbee2mqtt, в которой по названию устройства ищем нашу термоголовку. Температуру она будет смотреть в этом топике, в ветке Set Sensor Temp. В качестве теста можно сюда что-то записать вручную, например 22, после этого нажимаем кнопку публикации. Видим что это значение теперь появилось в топике термоголовки. После публикации, оно теперь считается термоголовкой как температура окружающей среды. Теперь нужно добавить сюда реальный сенсор температуры. Плюс в том, что это может быть совершенно рандомный сенсор, и Акара, и Туя, и Zigbee, и Bluetooth, и Wi-Fi, не важно. Главное, чтобы он стоял в нужном месте и имел приемлемое время обновления данных. Нам понадобится одна небольшая автоматизация, ее код я оставлю в описании под видео, можно использовать как шаблон. В качестве триггера изменение состояния датчика температуры, то есть при любом обновлении данных автоматизация будет срабатывать. Действие, публикация в указанный топик значения этой температуры. Параметр Float отмечает что-то цифровое значение с плавающей запятой. 0 в скобках значение по умолчанию, например, если данные с сенсора недоступны. Для температуры лучше указать что-то среднее, например 22,23, что будет отправляться в термоголовке, если отвалится датчик температуры. Вот результат. Этот сенсор отображает значение температуры с точностью до сотых градусов, 28,87 градусов Цельсия. Это же значение отображается в термоголовке как текущая температура помещения. Следующее обновление 29,12 градусов Цельсия, то же самое мы видим и на термоголовке. При желании можно сделать и шаблон, который будет отправлять усредненное значение с нескольких датчиков, ограничений тут нет. Что касается отображения в Home Assistant, объект термостат имеет два выпадающих меню. В первом режим работы обогрев выключено. Второй для пресетов, мы выяснили как работает ручной и авэй. Меню выбора сенсора. Кстати, можно сделать автоматизацию, которая в случае недоступности внешнего сенсора, будет переключать термоголовку на внутренний. Остальные опции мы с вами разобрали. Хочу еще отметить, что датчик уровня заряда батарей работает и обновляется. Насколько корректно его показания, можно будет судить только в ходе эксплуатации, но насколько я знаю, тут все корректно. Я не зря написал в заголовке этого видео, лучшие зигби термоголовки для умного дома в 2023 году. Действительно, что-то равное по функциональности, особенно хочу отметить простоту и удобство работы с внешним сенсором, я пока не встречал. Чисто визуально, мне больше нравятся прямоугольные версии от Moe, если я их и использую, но функционально они однозначно проигрывают, должен признать. Также это единственная доступная модель для пользователей Acara Home, и не стоит забывать совместимость с Apple HomeKit через шлюз, но все шлюзы экосистемы работают как мосты в HomeKit. На Aliexpress появляются весьма редко и на момент публикации я не нашел действующих предложений, у кого есть проверенные варианты, пишите в комментариях. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю все ссылки на магазины, где я смог найти термоголовку, на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы, присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok